Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Как работать с застройщиками и что вообще сегодня происходит на рынке недвижимости? Эти вопросы обсуждают в Сочи на Всероссийском жилищном конгрессе. В Сочи появится Дом молодежи, а в Домах культуры организуют трансляции концертов. Об этом стало известно на рабочем совещании главы города. В Краснодарском крае в марте подорожала капуста и подешевели зонты. Чем еще удивила статистика? Плюс пять на Платановой аллее высажены молодые деревья, а в целом разработана программа обновления природного памятника. Краевую полицию возглавил новый руководитель генерал-майора Владимира Андреева. Губернатору сегодня представил заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика. Вениамин Кондратьев отметил, что для курортного региона правопорядок – это не только часть имиджа, но и залог успешного развития всех отраслей экономики. В качестве направления, которым в первую очередь необходимо уделить внимание, назвали безопасность на дорогах и работу участковых уполномоченных. Я хочу Владимира Андреевича в первую очередь поздравить с назначением на должность, можно сказать, третьего региона в стране. Числено сегодня официально жителей края 5,5 миллионов. В самом деле большой регион и самое важное – динамично развивающийся регион. И это сегодня важно, потому что экономика, которая сегодня лежит в основе решения не многих, а всех проблем, она ведь состоит из многих составляющих, в том числе общественной безопасности и правопорядок. И сегодня общественная безопасность и правопорядок крайне на высочайшем уровне. Конечно, есть моменты, которые требуют, я думаю, Владимир Леонидович, максимально углубившись в их проблему, конечно, они есть везде проблемы, привнесет определенные коррективы, которые сделают полицейских, для нас принципиально сегодня важно, может быть, максимально доступнее, что ли, для жителей нашего края. Мы сегодня огромный запрос в обществе на объективность и справедливость. Только его величество закон, который должен быть одинаковым для всех. И тогда, на самом деле, полиция будет той полицией, которая будет вызывать огромное доверие у жителей края и, конечно, у отдыхающих, которые приезжают к нам на отдых. Сегодня это принципиально важно. Абсолютно правильно заметили, что полиция является представителем органов госвласти, особыми полномочиями наделена. Владимир Леонидович действительно очень опытный руководитель. Я уверен, что он справится с поставленной задачей. И сегодня нового руководителя кубанской полиции представили личному составу. Владимир Андреев рассказал о дальнейших планах по укреплению правопорядка в регионе. Осознаю высокую ответственность за порученный участок работы. Главное управление примет исчерпывающие меры по дальнейшему укреплению правопорядка, законности и общественной безопасности в регионе. Свою работу главное управление территориальные органы будут строить в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной, судебной властью, надзорными и правоохранительными органами региона, а также, безусловно, с населением нашего региона. У депутатского корпуса и правоохранителей одна общая цель – это благополучие, порядок и спокойствие на кубанской земле. И мы стараемся, каждый в пределах своих полномочий, идти к этой цели. Между нашими органами подписано соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности и по организационным вопросам. Накоплен опыт совместной работы в создании нормативных правовых актов, направленных на регулирование вопросов охраны общественного порядка и административной ответственности. Генерал-майор Владимир Андреев больше 30 лет служит в правоохранительных органах. Свой профессиональный путь начинал с рядового милиционера, а с 2014-го возглавлял управление Министерства внутренних дел по Тверской области. В Сочи пройдут масштабные учения МЧС. В четверг, 11 апреля, подразделения продемонстрируют свою готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Мероприятия пройдут на шести учебных точках. Рядом с образовательным центром «Сириус» на Олимпийском проспекте, в порту Эмеретинске, на улице Транспортной и на базе городского единого дежурно-диспетчерского центра на Советской. В том числе будет проверена работа системы «Безопасный город». Завершатся сборы с обещанием. На нем подведут итоги подготовки к пожароопасному периоду и курортному сезону. В Сочи проходит Всероссийский жилищный конгресс. Это крупнейшее мероприятие рынка недвижимости России. В нем принимают участие до трех тысяч профессионалов из разных регионов страны. Пять дней конференций, круглых столов, семинаров и дискуссий. Тема – жилищное строительство, риелторский бизнес, ипотечное кредитование. Во Всероссийском жилищном конгрессе принимают участие депутаты Госдумы, руководители государственной власти и профессиональные сообщества рынка недвижимости России. У нас в России жилье пользуется спросом. И, конечно, экономическая ситуация может быть непростой, но люди понимают, что они хотят жить лучше, они хотят жить в более комфортных условиях. Развиваются новые технологии строительства. И поэтому, несмотря на все наши трудности, строительный рынок, а с ним и рынок жилья, идут вверх. Тема пленарного заседания – реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Кроме того, актуальными вопросами для обсуждения станут взаимоотношения с застройщиками и легализация сделок по приобретению недвижимости. В Сочи появится Дом молодежи. Об этом заявил глава города. Известно уже и, где он расположится. В рамках протокольной встречи со своим замом по социальным вопросам Анатолий Пахомов обсудил развитие молодежной и культурной отраслей курорта. Дом молодежи – это давняя задумка городских властей. Загвоздкой было отсутствие подходящего места. Сегодня с адресом определились. Выбор пал на здание кинотеатра Сочи, что в микрорайоне Макаренко. В этом кинозале сегодня есть фильмы. Это пусть останется все, что есть. Но там должен быть хороший дворец молодежи. На это мы можем и некоторые деньги выделить. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Реконструкцию, реорганизацию. Почему это хорошо? Потому что там объединяются все молодежные движения. Зал, который используется только на вечерние сеансы. А днем они должны работать и КВН должен там быть, и другие направления молодежи. Ну и, наверное, у молодежи есть и своя культура. И неформальная, конечно, да. Это очень правильно, да. Это то, что мы должны сделать. Спасибо. Мы должны сказать, вот буквально 20 апреля мы там объявляем о том, что мы приступили к реконструкции здания по улице Макаренко под дворец молодежи. Будет сделано. Точка должна быть поставлена. Дом молодежи должен не просто выполнять развлекательную функцию и объединять активных и талантливых молодых людей на одной площадке, но и стать местом для привлечения ребят к той же социальной активности, отмечает Анатолий Пахомов. Там же ребята будут развиваться, а лучших поддержат на всех этапах и уровнях. К слову, в вопросе трудоустройства власти города молодежь поддерживают, в том числе с помощью Центра трудоустройства студентов. Так называемая биржа труда «Цитрус» расположена в интернете. Здесь для молодежи сотни вакансий, а значит, и столько же возможностей начать свою карьеру. Сейчас сложно уже нам отследить количество трудоустроившихся, потому что постоянно обновляются вакансии, постоянно туда идут люди на собеседование. На базе «Цитруса» у нас планируются такие мастер-классы, тренинги, будем привлекать еще очень серьезных людей, которые будут обучать также и ораторскому искусству. Конечно, мы хотим, чтобы, во-первых, и летом все были трудоустроены. И, конечно, выпускники, которые получат диплом, прошли практику и получили свое место. Буквально сегодня Управление молодежной политики договорилось о сотрудничестве с одним из горных курортов Красной Поляны. Там в активный сезон открыто порядка четырех тысяч вакансий. У нас, как правило, в преддверии высокого сезона, а это зима и это лето, вводятся дополнительные ставки, на которые мы нанимаем сезонный персонал. И как раз готовы рассматривать студентов. А у студентов в это время, как раз летом, возникает потребность в практике. И здесь можно найти хороший симпиоз. Преобразование сегодня происходит и в культурной отрасли Сочи. На рабочей встрече заместитель мэра по соцвопросам Марина Бролюк отметила, в рамках нацпроектов в Сочи реализуются три подпроекта. Культурная среда, цифровая культура и творческие люди. Нужно развивать свои коллективы, создавать свои кадры. Вот что в этом направлении у нас делается? Это, конечно же, развитие наших театральных коллективов. Вы знаете, что с вашей помощью, по вашей инициативе, у нас сейчас есть новый театр Сочи. Мы его, наконец, создали. У нас есть наш симфонический оркестр. Это наша гордость, да. Надеюсь, и театр наш, который только мы срали, будет уже гордость. Скоро мы пойдем на их спектакль. В апреле уже будет, да, мы увидим все это. Активная работа ведется и в вопросе цифровизации объектов культуры. В рамках проекта «Умный город» уже в этом году запланировано создание мультимедиагидов Музея истории города. В библиотеках планируется приобретение оборудования для электронного учета и выдачи книг. А в домах культуры создадут виртуальные концертные залы. Таким образом, жители сел в онлайн-режиме смогут наблюдать концерты зимнего театра. Вот я хочу перейти к тому, что все-то хорошо, это цифровизация. ДК имени Мазлумяна. А мы когда будем ремонтировать наши сельские клубы? Да, вот в этом году ДК имени Мазлумяна и музей в Адлере. А на следующий год мы будем ремонтировать наши сельские клубы шесть. Какие? Потому что сейчас мы делаем шесть ПСД. Это все клубы Лазаревского района. А я просил по Хосте, который я сам был. Да, вот мы хотим предложить вариант строительства там, где уже очень ветхие наши дома культуры маленькие. Мы договорились, что мы в Сергея Поле будем строить на следующий год. Возможно, даже за счет собственных средств. Это первое. Ну и второе, в Хостинском районе, в Измайловке, там тоже ведь дом культуры надо ремонтировать. Да. А я чуть не услышал в вашем докладе сегодняшнем. Ну вот у нас сейчас еще нет этого ПСД, мы его запланировали. Серьезнейшим образом взяться за прогон. Это национальный проект, конечно. Социальная сфера – это не только здравоохранение, образование и соцполитика, подчеркнул глава города. Это прежде всего системное решение стратегических задач, которые так или иначе влияют на жизнь сочинцев. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Алексей Давыдов. Телекомпании ВКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 11 апреля в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 16, 18 градусов выше нуля. Получать детские пособия станет проще. В Государственной Думе во втором чтении принят законопроект об уточнении условий предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Сейчас по закону заявление на получение детских пособий можно подать только по месту жительства. Поправки уточняют, что заявление может быть подано родителями также по месту пребывания или фактического проживания. Принятие закона упростит получение выплат, поскольку зачастую родители могут быть зарегистрированы в одном населенном пункте, а проживать и работать в другом. Однако для этого получатели пособий должны будут извещать об изменении своего адреса, соцзащиту или пенсионный фонд. Кстати, Сочи стал самым популярным курортом страны для отдыха с детьми на майские праздники. Рейтинг под данным брони гостиницы гостевых домов для проживания с детьми с 1 по 12 мая подготовлен сервисом twill.ru. В топ-5, кроме Сочи, входит она по Ялта, Алушта и Феодосия. По данным сервиса, в Сочи с детьми в начале мая приедут в среднем на 8 дней и потратят на аренду жилья менее 2000 рублей в сутки. Меньше всего на жилье на популярных семейных курортах в майские праздники потратят в Анапе 1400 рублей в сутки. Продолжаем выпуск. 13 сочинских пляжей в этом году подали заявки на получение голубого флага. Это международная награда, которая вручается пляжам и причалам, вода у которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. В Сочи за морской водой ведется постоянный контроль даже в межсезонье. Летом Роспотребнадзор берет пробы воды один раз в 10 дней. По результатам лабораторных исследований у нас море чистое. У нас этим занимается Центр гигиены и эпидемиологии, сочинский филиал, который здесь находится. Есть годовой план работы, согласно которому там планируется необходимое количество отбирать воду. И плюс еще море отбирает воду в ведомственные пляжи. А накануне специалисты лаборатории водоканала вышли в открытое море, чтобы взять пробы апрельской воды рядом с глубоководным выпуском. Совершенно чистая водичка. Пробы воды берутся в четырех местах непосредственно в точке сброса сточных вод. В 500 метрах влево и вправо от глубоководного выпуска. К слову, через него с очистных сооружений в природу возвращается совершенно безопасная вода. И в двух километрах от точки сброса. Это для показателя качества сбрасываемых сточных вод. То есть показать, что море чистое, сброс контролируемый, контролируемое качество очистки сточных вод. Морскую воду доставляют в лабораторию водоканала, где ее тщательно исследуют по нескольким показателям. Нам же поступили пробы, мне нужно зашифровать. Морская вода Сочи соответствует всем нормам, утверждают специалисты. Так что смело можно результаты нынешнего мониторинга предоставлять и в этом году Международной комиссии для заявки на премию «Голубой флаг». Существуют определенные нормы по СанПИН, в которые мы укладываемся. Отклонений нет. Вода очень у нас чистая, очистные работают нормально. Мы сами купаемся на море. Гости курорта, выбирая пляж, уже начинают обращать внимание, сертифицирован ли он. Поднять «Голубой флаг» над прибрежной зоной престижно для самих арендаторов. Международная комиссия проверяет территорию по 33 критериям. Главное – качество воды и инфраструктура. Проблем по выдаче сертификатов у нас не будет. А вот намного важнее следующий этап – это уже непосредственно приезд экспертов в город Сочи. Они это могут сделать в любое свободное время, без предупреждения. Приезжают, посещают ту или иную пляжную территорию, проверяют соответствие тем критериям, которые были заявлены. В этом году таких заявок от Сочи – 13, в том числе и от пляжей Санаториев Знаний и Юг. Награду дают только на один сезон. Через год прибрежная территория вновь должна доказывать высокое качество предоставления услуг. Елена Всецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Платановая аллея пополнилась новыми посадками. Сегодня на знаменитой аллее курорта высадили пять новых деревьев. Расскажет Ольга Десятого. Акцию организовали по инициативе активистов Русского географического общества. Идею поддержали депутаты местного и краевого парламентов. Пять новых платанов высадили вместо когда-то погибших и впоследствии вырубленных. Конечно, многие из них уже пришли в негодность. И мы видим, что пришлось их из-за аварийности снести. Ну а взамен старых мы сажаем на этой же, можно сказать, раздельной полосе, на этом месте мы сажаем новые платаны. И надеемся, что они также вырастят. И также будут наши жители в тени этих платанов находиться. Высота каждого нового саженца около двух с половиной метров. Кстати, и платановая аллея была заложена в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. Тогда эта улица носила название «Ремесленный переулок». Сегодня мы продолжаем эту традицию и вот таким большим составом вместе с общественниками высаживаем эти несколько платанов для того, чтобы сохранять для будущих поколений то, что создали наши предки. Сохранились ли здесь деревья, высаженные более ста лет назад, неизвестно, потому как платановую аллею обновляют регулярно. Аллея деревьев пережила и сталинскую реконструкцию центра Сочи в 30-х годах и масштабную олимпийскую стройку. А сегодня город совместно с Минприродой края уже наметил целую программу по омоложению платановой аллеи. Ведь это не просто одна из визитных карточек курорта, но и памятник природы регионального значения. В Краснодарском крае в марте подорожала капуста и подешевели зонты. Такова статистика Краснодарстата. Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали белокочанная капуста почти на 40%, репчатый лук и пшено. В пределах от 2 до 6% поднялись цены на шоколад, мороженую рыбу, горох и фасоль, гречневую крупу, морковь, сухие молочные смеси для детского питания, муку, баранину, груши, яблоки, виноград и бананы. В то же время подешевели яйца, апельсины и столовая свекла. В сфере общественного питания стал обходиться на 1,5% дороже кофе в организациях быстрого обслуживания, а ужин в ресторане – на 1%. Среди непродовольственных товаров наиболее значительное повышение цен было зарегистрировано на валидол и детские кроссовки. Но дешевле, пусть и совсем на чуть-чуть, стали мужские куртки, кожаные перчатки, флешки, оконные стекла, резиновые сапоги и зонты. В группе услуг возросла стоимость проезда в купе скорого поезда, посещения кинотеатров, пребывания в санатории, физиотерапевтического лечения, лечебного массажа и установки пластиковых окон. Конкурс карнавальных костюмов пройдет в Сочи. Он будет посвящен открытию летнего курортного сезона, которое состоится 25 мая. В конкурсе может принять участие любой желающий. Сделать это можно как индивидуально, так и в группе до пяти человек. Конкурс проходит в два этапа. Сначала необходимо подать заявку в электронном или печатном виде в срок до 20 мая. Во втором этапе, который пройдет 25 мая, нужно будет лично зарегистрироваться для участия в центральном холле Зимнего театра. Там же необходимо будет представить свой костюм на сценической площадке перед членами жюри. Номинации 5. Среди них исторический костюм, косплей и лучшее оформление детской коляски. Победители получат дипломы и ценные подарки. Подать заявку на участие в конкурсе и получить дополнительную информацию можно по адресу улицы Дагомысская, 17. Заявку можно отправить и на электронный адрес сочекарнавалсобакамейл.ру Лосятина, хамон и перепелка с брусникой. Воронежский фермер представит на выставке в Сочи экологически чистые продукты. Компания позиционирует себя как домашнее фермерское хозяйство и производит сырые колбасы. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени. Гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту. С чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек. Колбас в натуральной оболочке. А также новинки – сыровяленая оленина, лосятина, вырезки из лосятины и настоящий хамон. Все это можно найти на стенде воронежского фермера на выставке в Сочи. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже более 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Ознакомиться с продукцией, заключить договоры или просто приобрести к столу колбасы и сыры компании «Воронежский фермер» можно на выставке «Экспофуд» в павильоне у нового морпорта с 11 по 14 апреля. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи ФКТ». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.